Добрый день, меня зовут Николай Стрельников и сегодня мы с вами поговорим о том, что такое Flat White и как его готовить. Flat White, гладкий белый, новозеландцы и австралийцы между собой спорят, кто первый придумал. Суть это очень кофейный напиток на самом деле. Его готовят классическим вариантом в граненый стакан объемом 210-240 миллилитров, где идет два эспрессо сюда и далее вливается молоко техникой Latte Art и это молоко с расширением идет в 10 процентов. Если вы смотрели ролик про то, как приготовить латте, там я использую по сути говоря ту же самую посуду, техника взбивания 10 процентов расширения, только там идет один эспрессо, а здесь идет два эспрессо. За счет того, что кофе вдвое больше, это более кофейный напиток, то есть если по степени градации идти, то у нас идет самый такой кофейный напиток, это у нас макьято идет один к одному, потом идет flat white, капучино и потом уже латте идет. Популярный достаточно сейчас напиток и чаще всего его мы готовим в граненые стаканы, хотя точно также его можно приготовить и в керамическую посуду. Здесь уже смотрите, как вам больше нравится. Опять-таки для меня не важная посуда, для меня самым главным является соотношение, которое мы используем. Это один в трем, где считается жидкое молоко. Приобретите весы, потому что весы дадут вам возможность точно замерять, в первую очередь кофе, сколько грамм вы накладываете. Но если вам потребуется, вы можете молоко в принципе замерять на весах, хотя лучше уже мерным стаканом пользоваться. У меня здесь порция отмерена 19 грамм, я буду брать именно 19 грамм. Молоко всегда используйте холодное. Чем холоднее молоко, тем дольше вы его взбиваете, чем дольше вы его взбиваете, тем более однородной у вас будет пена. Первым делом сначала мы спускаем пар, чтобы убрать конденсат, воду, которая накопилась у нас в трубке. Далее взбивание идет. Взбивание молока, расширение молока идет на 10 процентов, как у латы. Оттягиваем на себя паровик, форсунка наполовину опущена. Паровик идет по носику, включаем пар. Размешиваем крема и далее ваш напиток готов. Flat white сейчас становится более популярным в кофейнях и среди вообще любителей кофе с молоком. Вообще тенденция в кофейном мире идет в сторону стопроцентной арабики и более кислотной какой-то арабики. Чем более кислотный кофе, тем меньше он чувствуется в молоке. То есть, если мы возьмем точно такие же пропорции 1 к 4 у капучино 10 лет назад, когда была более темная обжарка, когда больше использовали робустированные смеси и кофе был в основном там Южная Америка, это Бразилия, Колумбия. Даже вот эти 9 грамм в 180 миллилитрах был плотнее, ярче и сквозь слои молока он лучше чувствовался. Сейчас все более популярным становится кофе светло обжаренный, мытая обработка, большей кислотности в кофе и капучино становится все более молочным. Поэтому замечать начал, как люди, которые раньше пили капучино, сейчас переходят на flat white, потому что вот той кофейной интенсивности во вкусе им не хватает. Flat white отличный вариант, здесь много кофе, очень яркий, очень интенсивный. Да, это flat white. Яркий, насыщенный, доминирует кофе. Пишите в комментариях, что вам больше нравится, латок, капучино или flat white. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!